У меня есть такая довольно необычная ситуация, когда при относительно высоких температурах проводимость идет по мотору, а при самых низких обнаруживаются жесткие щели. Вот это самая величина этой щели. Вот здесь для разных красот, но только для того, что показывал, а вообще нет. То есть, в первую очередь, демонстрирует прямой переход из попадящих в диэлектрическое промежуточное состояние гимии. Теперь, значит, это старая температура, с которой, собственно, более-менее началось отлучение всего вопроса, но старая. Теперь, вот здесь написано картинки из недавнего эксперимента, который нам сообщает, что... Начинаем быстро к светопроводящей стороне вот этой базовой геограммы, где-то здесь. И это очень важный эксперимент. Я сейчас подробно объясню, что такое нарисую. Значит, это нарисована туннельная плотность, туннельная проводимость, измеряемая при помощи сканирующего туннельного микроскопа, приведенного к пленке туннельного оксиды. Она измеряется как функция напряжения, вот это напряжение, при разной температуре. Одновременно, в том же самом приборе, измеряется сопротивление этой самой пленки вдоль ней. Ну и видно, что при некоторой определенной температуре, в данном случае, вот здесь было 1,7 кельвина, это сопротивление вращается в ноль, где переходится в водящую систему. Параливно меряются вот эти туннельные. Красная длиня, которая здесь выражена, это туннельная проводимость, обнаруженная для температуры критической. Когда сопротивление в первое претеноспору. Уже понятно, что к обычному сверховоднику, который более не менее описывается в теорию ухажает, мы видим к ладоши. Потому что, чего выяснилось? В точке перехода, с обращением сопротивления в ноль, только-только начинает возникать щель энергетического спектра. То есть, на этой вот зависимости от туннельной проводимости от напряжения, если бы что-нибудь было, то не было никаких противопроводчиков. А здесь мы видим, что имеется здоровый щель, который почти такой же, как при совсем низких температур, самые низкие, 50 г. Количина щели почти практически не меняется даже. То есть, видно, что до того, как возникло макроскопическое скоропроводящее состояние, откуда ты взялась щель? Ширина этой щели примерно... Вот видно здесь, полный демольф, примерно 5 градусов. А теперь, а что видно на этих экспертов при дальнейшем поднижении температуры? Более низкие температуры, вот эти. При более низкой температуре щель практически не меняется, но на краю щели возникают пики. Это те пики, которые в воднике, значит, по окрашай, должны быть. Получилось, что ниже точки перехода на спектр начинают являться температурные пики. А щель при этом меняется. То есть, это прямое доказательство того, что образование макроскопической сверхпроводимости и образование щели в спектре заблуждений управляются какими-то разными механизмами. Теперь... Значит, это не потому, что с обычной сопроводимостью в однородном материале, но, неизвестно, это никак не согласуется. С другой стороны, это не согласуется и с предположением о том, что у нас имеются отдельные рассветопроводящие гранулы, которые плохо связаны между собой, поэтому температура перехода макроскопическая, ну, скажем, там, заметно меньше, чем температура, в которой образовываются сверхпроводимости. Почему не согласовывают? Потому что, ну, если представьте, все такие гранулы пропадают для того, что я в первой лекции рассказывал. А вот в этой причине, в туннельной проводимости, пики на краю щели были бы видны сразу, как только в отдельной грануле возникает сверхпроводимость. Для того, чтобы появились эти пики, не нужна макроскопическая проводимость во всей гранулы. А здесь пики возникают только вместе с этими гранулами. То есть вот комбинация этих экспертов показывает, что мы делаем с каким-то особым классом веществ, которые не к первому, не к второму уровню обсуждавшемуся используются. Если здесь непонятно, чем спрашивать это влажное место, на самом деле это не единственный такой материал, в котором похожие явления наблюдаются. По-видимому, все такие материалы характеризуются, по крайней мере, тем, что плотность электронной проводимости в них гораздо меньше, чем в обычных электронах. Обычно здесь 22-ю. Здесь это 10-21-ю или 10-21-ю. Ну, какое-то предотношение к этим странным наблюдениям, это отдельный вопрос, который можно провести здесь, но, надо сказать, чисто, не дает им образом, здесь такая информация. Важно, пожалуйста, по амонтности. А как изменять степь амонтности? А это вот х, который просто стихиометрический, а это не стихиометрическое соединение? Ну, конечно, это выясняется путем микроскопии. Есть просвещивающие микроскопии, которые сообщают о максимальном размере области, неоднокровности. То есть, есть ли там какая-то свинтура? Просто если они действительно неупорядочены, то там есть расстояние, у решетки, которые... Да, у решетки порядочные. Ну, решетка-то есть, но она не старая. Ну, решетка неупорядочена, да. Нет, я вот... Это совершенно неупорядоченное вещество, но важно, что в нем нет никаких отдельных островков, которые можно один от другого отделить какими-нибудь микроскопии, которые больше, чем пара наналит. Я имею в виду, что даже непорядочная решетка всегда распознает статистику расстояния, когда еще порядочные там, где расстояние, то можно разговаривать в улице просто. А здесь это будет размазанный объектив. Конечно. И, может быть, здесь где-то может сыграть эффект? Кроме, конечно, у нас даже непорядочные скопы, а, например, у нас есть характерные масштабы, но связанные с тем, чтобы они туда не стали объединены и перемешиваются. То есть вот эти вот размазанные горпы, если построить там пару раз, то есть размазанные горпы из первых веки, которые там в кристалле под референцией смогли спериться, потом они размазались, и уже непорядочные. Но они могут появиться в новом масштабе. Честно говоря, не очень понял вопрос. То есть то, что там будут размазаны целые структурные факторы, на самом деле... Я просто буду интересен, как для одной той стихии метрии азначить более оборудованной силой отопления? То есть это внутренняя шестерка. А, ну... Значит, надо понимать, как надо менять, а переменять? Значит, вообще изменения... Значит, что там известно? Можно менять сопротивление этого вещества. То есть именно референцией спутилы при каких-то относительно высоких температурах. Главным образом помещая вот там кислородную атмосферу при температуре 100 градусов Цельсия, и некоторых, подождав там час до или три, то столько подождалось, то столько изменится. Да. Это, допустим, слабый дождь, при котором меняется спутилы. То есть механизм этого... Я не уверен, что будет известно, почему именно так получается. Но инструментальное место впустит, да, на каком-то... В каким образом нужно поступить, если бы лучше получить... Большое сопротивление при том же самому процессу. Что при этом происходит с структурным фактором, сколько там сбываются пики, это... Я не уверен, что это сделано. То, что они разводят, это не ценно. То есть их видели, как разводят. И так это очень много. Я не знаю, как они там меняются. То есть. В этом году мы говорим, что есть 2 мемов, и это непорядочность. Это одна и даже непорядочность, и другие. Типа эта непорядочность, которая называется разная. Мне так кажется. Она бывает разная, тем не менее. Как ее измерить? Измеряется? Во-первых, как ее вообще измерить? В принципе. Степень порядочности решетки можно было бы измерить, изучая ширину рефлексов. Но я не знаю, где вы можете. Но я знаю, что это в этого рода экспериментах. Степень беспорядка показали просто тем, как меняется сопротивление произносителя высоких температур. Это все. И, кроме того, контролировали, что никакой островковой или нулярной структуры в этом веществе не доступны. Так, ну вот это аналогичный, потому что я показывал пример, только здесь изучался образец, который почти очень близко к переходу в сверхопроводящие состояния. Вот температурная зависимость, которая, значит, сопротивление росло с понижением температуры. Потом она стала падать. Вот, как на этой первой картинке. И вроде как дело шло к переходу сверхопроводник. А потом, тем не менее, произошло изоляторного сопротивления. Потому что активационным образом стало арестировать. То есть, я чему я показал в картинке, что именно активационное поведение, приносить промышленных показателей, характерное для этого вещество не только детали, а переход в области изоляции где-то, наверное, 10 градусов или больше. Но и всякая красность перехода тоже оказывается активационным. Ну вот, аналогичная картинка на другом веществе похожа. Вот здесь то же самое, как в электрической области, вот эти вот кривые, если так сказать, алгоритмические масштабы дают такую же вещество. И тоже переходят при более высоких температурах на кривично-прышковую руководительность. А вот здесь она и отложена вещество. Очень похоже на картинку, которую я показывал раньше, только единственное, что энергия так больше. Еще одно важный класс результатов в кривых вещество относится к уединению сопротивления в зависимости от коммунитного. Вот почему надо посмотреть на эту картинку. Тут нарисовано зависимость сопротивления подмагнитного поля. Вот это магнитное поле в ТЭЗах. При разной температуре. А вот это самые высокие температуры, а вот это самые низкие. Видно, что эти кривые пересекаются более-менее на выночке. И в слабых полях чем ниже температура, здесь вот продолжение, тем сопротивление меньше. А при поле больше, чем вот это ВС. Наоборот. Значит, соответственно, это понимается как переход из руководящего состояния в электрическое, которое выжимается в воде магнитного поля. И вот для этого образца здесь критическое поле глупо. А вот тут, в сущности, примерно, самое для другого образца. В нем магнитическое поле в ВС здесь почти видно. Обидно, что при включении магнитного поля имеются колоссальные пиксы, утемления, которые достигают после пределания измеренности. При том, что в нулевом поле, или в слабом поле, в несколько килограмм, это образец как проводящий. В большом поле он становится совершенно электрическим. И если померить зависимость от температуры такого поля, что, собственно, не будет очень важеного, оно тоже оказывается активационным, например, в энергии активации. Вот из этих экспериментов имеется опыт, в котором надо что-то как-то его наполнить. Откуда вообще появилось такое поведение? Ну вот, теперь вот эту картинку я уже показывал. Вот это справа. Ну а здесь примерно то же самое в двух версиях изображение, по этой системе движения, по этой температуре. Вот эта картина соответствует тому же самому веществу, тому же самому образцу, просто иголку немножко стремной по плоскости. И здесь мы видим, что общий масштаб явлений такой же. Вот эта щель, она примерно тех же температур, как несколько раз выше ТЦ. Ну, нравится. Но никаких пиков нет. Дальше имеется статистика, так сказать, пикл и клон вдоль поверхности. Снимают спектры. Видят, во многих местах есть пики. Во многих нет. Но дальше можно построить там некоторое распределение высоких пиков. Главное говоря, что есть следопроводимость, но очень сильно не одна. Вот как это... Ну, здесь, наверное, слева примеры разных типов этих спектров. Вот эти с пиками разными величины. А вот в других точках вообще всяких пиков. Ширины похожи. Здесь сделана обработка статистики этих данных. Это распределение ширины щелей. Сверху и снизу это в два разных процесса сменьшенных порядков. Ну, вот здесь эти картинки видно более-менее похожи. В том и другом случае видны. Заметный расброс ширины щелей. Мы величину порядка высоты. Разве не похожи? Значит, теперь. Справа. Статистика высоты пиков. Неменее непорядочного образца есть, только это приличная клевая с максимумом. Есть какое-то характерное значение высоты пиков. Область. Большая часть пиков помещается вот здесь. Более непорядочного, по тем и другому. Максимум вообще. Большая часть пиков не имеет. Но, тем не менее, есть какой-то хвост. Какая-то доля площади пленки, на которой есть какие-то такие же пики. Другие непорядочные, которые находятся в жизни. Да. Ну, вот собственно, мы выдавили. Да. Да. Сминутер на это. Как я уже объяснял, картинки эти все вместе не могут быть описаны ни одной из двух ранее обсуждавшихся моделей. Поэтому приходится придумать чего-то. Экономика состоит вот еще. Мы рассматриваем такой вопрос. Как происходит сверхпроводящая неустойчивость и образование сверхпроводящего состояния в условиях очень сильного беспорядка, когда электроны локализованы по адресу и почти не имеют. При этом мы клурмское взаимодействие выкинем вообще, потому что нам и без него будет достаточно интересно. И почему его можно в этих веществах выкинуть, я постараюсь потом пояснить, хотя по яскости, на самом деле, здесь нет. Скорее, логика была следующая, что должна быть какая-то причина, в какой в этом базе вещество его можно выкинуть. Потому что если его нельзя выкинуть, то при таких сопротивлениях, которые там смеляются, и то сверхпроводимости остаться нею. Значит, что-то с ним случилось. Что и почему с ним случилось, это я потом постараюсь обсудить. Имеется исходная очень простая магия, в которой электроны описываются не атом, здесь написано. В общем, в нем H0 – это физическая энергия плюс потенциальная энергия, то есть рассеяние. А это локальное протяжение типа локального каша. И идея, значит, как с этим чем обходиться, тоже довольно старая. Она была использована еще в работе 25 лет назад сделанной. Нужно рассмотреть точные собственные функции вот этого электрониана одного электронного, разложить операторы электронной по этому базису, и дальше использовать более-менее известные стилистические свойства этих самых новых новых. Этим мы и заберемся. Вообще-то, ну, впервые анализ вот этой модели вот таким способом был проделан в этой же самой работе, и они пришли к выводу, что разрушение сопроводимости должно произойти примерно там, где этот величина дельта – это… Вот я раньше, когда рассказал про графа, вел величину дельта, которое было типичным расстоянием между уровнями электронов внутри границы. Теперь, пусть мы имеем дело с электронами, которые локализованы не по причине того, что они все ящики, находятся в границе, а потому что, бесполезно, такой сильный, что уровень фермы находится в области локализованных состояний. Есть локализация по механизму анализации. Да, есть соответствующий геналокализации. И из этой геналокализации и по этому состоянию можно образоваться в такой же величине. Типичное расстояние между уровнями ухода в объеме электронов. Ну, и, кажется, естественная мысль, что, если мы поменяемый беспорядок, у нас был уронистый переход, скажем, в металлической области, потом мы попали в диэлектрическую область, возникло конечное геналокализации, возникли параметры расстояния между уровнями, и, когда он стал сравняться с твоей большей температурой перехода, то субходимость должна уходиться. На самом деле, оказывается, что она выживает довольно долго за этой областью. Ну, не бесконечно, конечно, но это отсутствие. Значит, сначала мы, однако, обсудим, что происходит в случае, когда мы садили уровень фермы на порог логализации формиуса. Опять же, то же самое уравнение, которое я уже показывал, предъявляющее температуру периода. И теперь я должен учить топ-стейкс, заменять параметр порядка на пространство. Пространство совершенно нельзя. То есть, он очень сильно пунктует. То есть, иначе, когда мы читаем средние вот этого вот гидра, в общем-то смысле нет. Более разумная операция состоит в том, чтобы рассмотреть объект, который, собственно, и определяет неустойчивость. То есть, восприимчивость, соответствующая переходу, проводящую среднюю. А это есть единица минус интегральный оператор, минус первой степени. Ну, когда у этого оператора возникает бесконечное собственное значение, это и есть неустойчивость по отношению к образованию параметра. Ну, давайте рассмотрим вот такой оператор. Попробуем следить его. Посмотреть, когда же там возникает неустойчивость. Эту задачу можно свести по решению вот такого интегрального уравнения, которое, вообще, было бы, опять-таки, тем самым уравнением лакарша, если бы вот эта функция, которая здесь стоит, m, от разности и на m, была бы стоять. Но она, на самом деле, неустойчивая. И вот, о чем я сейчас говорю. Что это за функция? Ну, функция предназначена здесь. Это, мы берем угловую функцию с энергией, какую-то, с Итлю, с энергией XGT, подводим в квадрат, берем другую с энергией XGT, подводим в квадрат и усоединяем вот такой объект. При том, что держим разность энергией XGT, а в обычном, вязаном металле, далеком от перехода адреса, эта величина была бы просто единица. Ну, там, корреляции ампультуг-волновой функции малы, я уже показывал в другой связи, что уже поправки, корреляционные поправки в отличие, они содержатся поправки кондаканса. Но здесь у нас кондаканс порядка единицы, никакого расположения нет. Эффект сообразованный сильный. И оказывается, что вот эта функция, функция частоты, имеет вот такой вид. Это есть цепенная зависимость, а степень ее определяется некоторым числом, которое называется первой простой энергией XGT, это бах. Оно тут не станет, как первое большое, но есть, но не станет таким образом. Оно тут не станет самым результатом. Значит, вот здесь, на самом деле, находится определение, что такое спрактальное направление. Давайте на время, вместо того, чтобы рассматривать вот такую традиционную функцию, осмотрим простую величину и квадрала четвертой степени маловой функции. А считаем, что у нас система локализованная на некоторой физике, скажем так. Тогда, в обычном случае, мы бы сказали, Пси квадрат порядка обратного объема, в соответствии с интеграла Пси четвертого объема, это тот же самый обратный объем. Это если квадрат угловой функции не очень сильно инструктурирует простой степень. Вот одна степень для многофункций критических, в смысле перехода ангерса, футуации, очень сильная. Они приводят к тому, что по объеме размера П, который можно найти, то есть заметные декорядности амплитуды этой локализованной функции, вместе очень много дают. И эффективный объем, который занимает это состояние, он про метрический метрический метрический. То есть если мы сочетаем вот такую величину, оказывается, что от длины, на которой все состояния критично, она зависит не как L в степени минус 3, а с некоторой аномальной степенью, вот этой самой, которая гораздо меньше, в примерном случае она известна численно и равна 1 до 10. И вот эта же величина входит в координационную функцию интенсивности двух разных. Она функция, отличающаяся по энергии нами. Да, здесь был скейлинг в зависимости от размера. А здесь функция частоты, но они не входят одной и та же. Это реальная фрактальная радиация. Короче говоря, функция эта растет с понижением частоты, и может показать ему близким к 0.6. Что-что? L малая. L малая, вот, L малая это маленькая длина, которая, ну, она не универсальна, она порядка просто фирмы с длиной малой. Ну, может быть, несколько раз больше. Соответственно, вот эта величина ероль, которая здесь написана, это энергия, которая другая порядка величины рент-эффекта. Ну, фактически для тех моделей, в которых это можно просто численно проанализировать, она там в 10-20 раз меньше, чем у них. А теперь, что из этого следует? Да, вот здесь вот приведены численные данные. Ну, таких численных инструментов было много, и вот один из них здесь нарисован. Это, эта самая традиционная функция, отличница от частоты в георганической шкале для систем разного размера. И на то, что соответствует просто показателям хормиана 0.6. Что здесь следует? Значит, вот я говорил, анализ условия на исходимости, это вот самый исходимый проводящий пропагатор, приводит к уравнению к такому виду, которое надо поставить в эту самую функцию L-прансистемы. Ну, это уравнение в реальном образом обезразмеривается. И получается, что температура, при которой в этом уравнении возникает решение, ведется таким образом. Это Е0, вот эта большая энергия, которая там на фигуре была. Вот тут. Вот она. Помножить на константу связи в степени 1 на га. Ну, это 1 на га, но комплекс как чуть меньше будет. Это вместо обычной зависимости теории багажа, в которой константа связи стоит в экспоненте, в степени минус 1 на га. И это произошло потому, что, вот смотрите, вот здесь вот есть эта функция Петра, вот она. Это что за функция? Она есть единица на аргумент при больших энергиях, а при энергиях меньшей температуры она не существует. Значит, если бы это была константа здесь, то он был минимум технический интеграл, и, значит, теория багажа. А тут вот эта функция, она сама, что я пишу, сейчас вспоминаю, как это произносить. Поэтому верхний предел крылья вообще выпадает. И в зависимости от степенной интеграл, который, как мы и безразмерили, получили такой вывод первым. Если у нас безразмерная константа протяжения очень маленькая, то странным образом, когда нужно получить температуру перехода, это состояние герметрически выше, чем в нормальном случае. Ну, потому что эта степень, например, квадратная, в нормальном случае будет зависимо больше, чем в нормальном случае. Теперь, это, так сказать, не бесплатно. Потому что, как выглядит сверхпопадящий параметр парень в такой системе? Вот его, вот он здесь написан, вот функция координат. Он выражен через некоторую величину дельта, в которой есть функции, плавные функции. Ее можно найти, решая это самым интегральный продукт. А случайная величина, которая здесь входит, это вот эти самые квадратные объекты в нормальном случае. Теперь мы можем легко убедиться в том, что вот это распределение параметров порядка очень сильно неоднократно в пространстве. Для этого надо сравнить две величины. Просто средние. Среднить вот эту штуку. Но при интегрировании это просто возьмите, например, единицы от нормировки, получится другая. А можно сначала развести эту функцию в квадрат, а потом и срекутить. И использовать сравнение на какие-то от C, которые мы возьмем. Тогда получится вот такой интеграм. Ну, дальше мы возьмем среднее, введем его в квадрат. Поделим на... Квадрат. Среднюю величину, введенную в квадрат, поделим на среднее от квадрата. Видим мы малую величину. Вот это q от k в этом числе. А существует, что у нас мы решаем задачу про цветопроводимость в гости слабого напряжения. И вот это вот для этого урока. Что означает, что вот это отношение в ауке? Ну, представьте, в реальной ситуации у нас есть квадратная решетка. И мы сказали, что в некоторой доле с вероятностью p немного меньше единицы, клетка на этой решетке сверхпроводящая, а с вероятностью 1-p на 1. Чему будет равно вот такое отношение? Оно будет равно 5. Это самая база вероятность. То есть, вот это вычисление показывает, что, грубо говоря, управляющий параметр порядка существует в малой доле объема системы. При этом мы можем сказать, где именно существует. У нас нет никаких выделений, там, из травков. Но статистически заметный объем параметр порядка существует в малой порядке. То есть получилось, что сопроводящее состояние возникает в температуре, как-то неожиданно выше, чем мы придумали. Она должна быть. Но при этом оно возникает только в части пространства. В общем, не то расслоение, так сказать, что здесь вот с левой стороны есть, проводимся с правыми, не существует этих областей, перемешанных пространств очень много. Ну, это то, что там получается для корпуса состояния. Вот, например, я по-другому поеду. Значит... Что надо теперь сказать в качестве наговорки? Ну, то, что я рассказывал про решение, про вывод и уравнение на температуру перехода, делалось в некотором подвижении. Надо проверять подвижения аналогичные, так сказать, подвижения среднего уровня. Про решение, насколько оно хорошо и... Значит, это можно проверить, и можно убедиться, что оно и не хорошо, и не плохо, а параметр, как сказать, поправо, к нему порядка неизменно. То есть температура перехода, которая таким образом определяется, она определяется на самом деле источностью того числа, которого мы не знаем, а число 0,2,2,3,2,3,2. Но важно, что оно не изменит вот эту вот зависимость от константы, который остается на ценах. Теперь... Пойдем дальше. Пойдем в область локализованного состояния. То есть увеличим беспорядок, внести его в эфирную область электронных состояний с конечной длинной локализации. Здесь возникает новое явление, которое аналогично тому, про которое я рассказывал на первой лекции в связи с электронами в очень маленьких гранах. Вот та же картина, которую я вам покажу. То есть есть локализованные метали, на них тогда можно посадить пару электронов с патерболокными спинами, они вытягиваются, от этого происходит некое увеличение, приводящие к эфирную область. Теперь... У нас в периметру... Граном у нас электронное состояние локализовано. Двое причин. Тот же самый и вверх. Можно возникнуть и здесь. Мы помещаем, заполняем эти локализованные стеги решения по парам. Каждая такая пара выигрывает энергию с отсчитанными электронами. Вот такой личинный. Где m это матричный элемент протяжения, m это... Вот здесь он нарисован. Вот тот же самый m, который здесь наказано. Это первый гран, что это степень локализованной функции, в которой есть матричные элементы. Диагональными элементами. То есть, если я сравню энергию с состоянием, в котором все эти электронные половые функции заполнены пара электронов, по сравнению с состоянием с лишним ничем, или возьму один электрон, взорву эту пару, а вот этот электрон отращу в другой состоянии, то я типичным образом даю заплатительную энергию. Вот так думаю. И у меня нет оценки этой величины. Если есть вот эта константная связь размерная, ну и гигматичная энергию. Соответственно, я получу величину dm, которая в зависимости от длинной локализации где-то есть в длинном образе вот с этой самой фартельной гранью. Ну, а если я поставлю в зависимости от длинной локализации от энергии, где есть балл, то, соответственно, получу такую зависимость, которую тоже есть. Фартельный индекс d2, а показатель nu, показатель длинной локализации вблизи порога и вблизи единицы, если больше. Значит, здесь есть новый эффект, очень простой, эффект, который возникает из-за того, что электронные состояния на скверстии стали анализованы на каждой конечной мере. Ну, вот здесь на стороне. Нарисовано распределение вероятности. То, что могу сказать, что вот эта величина r, я здесь написал, видите, средний матричный элемент. На самом деле, для каждой конкретной романовой функции этот матричный элемент разный, есть распределение вероятности, и вот оно здесь нарисовано. А тут оно уже нарисовано в эгорифмической шкале и функции обратной романы. Важно следующее, что вот ты имеешь максимум такого типичного значения, а если посмотреть, насколько вероятно найти состояние с очень малым величиной романовочным элементом. То есть, состояние, которое существенно слабее локализовано, чем типичное. Таких состояние почти нет. То есть, вероятность найти их экспоненциального отзыва зависит с ефтингом минус 1. Это значит, что круг, говоря, состояние с энергией связи меньше, чем примерно 1,4 вот типичного просто нет. Откуда получим вот эту вот эту? Ну вот, которую поратают. Численные. А, численные. Численные. К сожалению, аналитические и теоретические. Это численная диагонализация этой самой модели Атуксона. Оттуда же индекс получат. Вывод оценивает, следует, то каким образом мы можем получить жесткую щель в спектре для того, чтобы если мы хотим обеспечить проводимость за счет одноэлектронного состояния, то нам для начала нужно разорвать вот эти локальные пары, вытащить электрон из основного состояния, и при этом надо заплатить энергию связи. Энергия связи в основном имеется будет распределение но меньше, чем одна пятое, одна четвертое от типичного эффекта. Таким образом, это задолго может служить объяснением того, откуда берется активационное поведение сопротивления в диэлектрике. для образцов сразу без степени беспорядка и подгонка под эту самую качественную силу. Окей. аналогичная картинка была на самом деле ранее продемонстрирована чисто численным образом, когда все разборки, значит, численно изучалась задача провал электроны, которые вытягиваются локально на 1 из 9 и там нужно быть, что при большом беспорядке возникает провал в области состояния с нитры смещения. Теперь следующий вопрос, а можем ли мы совместить наличие вот этой самой статей защеления, при этом элоскопическое сопровождение? Ну, оказывается, что это можно, что есть интервал параметров, который имеется и то и другое. Про это я расскажу не скажу. Так. 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 Торет ая Спасибо. 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 В самой такой основе вопроса ничего особо удивительного нет. Потому что именно эта задача, которую я с самого начала рассказывал, про отдельные экраны и так далее. Образовывали пары, уперские настоящие, все они сидели в первых движениях внутри отдельного островка. Но потом тем не менее таблилировались одного островка другой, могли при должных условиях образовательном упероскопическом объединенном системе. Разница с тем, что я сейчас обсуждаю, что никаких упероскопических гранул и островков нет. А вместо них пара горизонтных баштучников, которые в состоянии горизонтных металлизмов. Ну а вопрос, мы говорим тот же самый, могут ли эти исходы глобализованные пары образовать сверху. Первое, что мы попробуем сделать, это посмотреть то же самое на уравнение на параметрах пары. Но теперь мы должны в качестве антопики кондиционной функции использовать то, что соответствует уже не критическим состояниям пары, а в состоянии горизонтных. И тут имеется некоторый сюрприз. Вот это та же картинка, которую я раньше показывал. Я тогда обращал внимание вот на эти кривые, которые соответствуют соединенным бородом. Здесь же, под этими зелёными кружочками, в основном, сосчитанная, тоже численно, традиционная функция для состояния области украины. Не очень далеко за порогом, но, тем не менее, области украины украины украины. Вообще-то говоря, из формы мы ожидаем, что будет происходить. Это в области относительно больших энергий может быть то же самое, что практическая область. А дальше, когда омега, здесь не помню, это разность энергии двух при том состоянии. Ну, и если она становится меньше, чем типичное расстояние между уровнями, во-первых, и двадцать, как это будет, мы бы ожидали, что она загибается на константу вот так, как она загибалась здесь, просто за счёт этого конечного размера системы. Однако оказывается, что так происходит только в одномерности. В трёхмерной же системе, вот эта коллекционная функция, в области, когда частоты гораздо меньше, чем надо сказать, продолжает расти. И всё равно там вот таким образом, как квадратный гарифм вот этого области. Ну, значит, вот эта граница проходит примерно в этом месте, где обмена сравнивается с d и d, для данного вращения. Вы видите, что здесь почти ничего не имеется. Функция алгоритма в квадрате в функции омега в степени минус 0,6 и здесь отличается довольно доступным для квадратных параметров. Откуда берётся этот алгоритм в квадрате? Он возникает из-за того, что волновые функции, которые центры в квадрате в квадрате, которые находятся относительно далеко, на расстоянии больше, чем в квадрате в квадрате, имеют хвосты. Имеют эти кондициальные хвосты. И эти хвосты между собой перекрываются. Оказывается, что это у нас достаточно для того, чтобы вознять вот этот геометрический фактор усиления. В результате, получается, можно найти решение вот этого. В той области, где температура, которая получается в результате решения, мало, сравнилась к типичным геометрическим. Это было бы не так, если бы мы бы имели дело, скажем, сомерную моделью, и тогда бы наши инфляционные функции так было бы на самом деле. То есть в квадрате возникает показатель. Есть фазовый объем. То есть если у вас трехмерная система, то вы имеете расстояние между центрами локализации r. Значит, чтобы найти вероятность, надо проинтегрировать r в квадрате. А вот этот самый r, типичный, он оказывается как раз в ныне. То есть из-за этого фазовым объемом проинтегрирования трехмерного пространства возникает лишний норпитер, который сильнее ныне. Хорошо. Значит, теперь можно к этому подойти еще и с другой стороны. Можно оценить температуру перехода совершенно другим способом, с помощью злоевого реального расположения. И результат получается следующий. Вот здесь я нарисовал температуру перехода. Вот она как функция уровня G. Опять же, это все эти, это все метод численных расчетов для моделей, в которой есть трехмерная решетка с крышками прибирающими соседями и сильным беспорядком. По каждому узле есть прислучайный потенциал без определенных потаус. Шириной порядок. Вот эта синяя линия есть положение по аугарту. Температура перехода ведется таким не монотонным образом. Она подрастает сначала, а потом начинает падать. А вот другой масштаб мерки, о котором я уже говорил. Это локальная щель или ветчина, протеревизующая филочерпность. В области телокализованного стадионационного слоя, в котором она появляется и растет. Мы видим, что существует область вот здесь, в которой эта локальная щель существенно больше, чем температура перехода. Температура перехода при этом тоже вполне конечная. На правой картинке те же самые метривые рисованы по ритмическому масштабе ось и координат. Но для того, чтобы на этой же картинке нарисовать так же и типичное расстояние между уровнем этой. Потому что в этой области она есть самый большой параметр, она просто очень быстро. Здесь она просто не быстро. То есть вот есть эта область, где есть линия нулевая сентябра перехода, есть большие, наверное, щели, и есть самый большой масштаб. А еще раз, почему на больших Е температура падает? Ну вот на малатонной зависимости. Потому что здесь состояние становится слишком сильно локализованным. В этой модели увеличение Е означает, что мы двигаемся глубже в области флутационного хвоста состояния. Там плотность состояния падает, размер состояния тоже падает. Поэтому разные монологи функции плохо перекрываются между собой. И этого не хватает для того, чтобы образовать моностеплический свой продукт. Не в реальной обстоятельствах является то, что ее все-таки можно образовать там, где эффект конечности объема локализации уже сильный. Есть большая локализация. И вот именно здесь и ожидается то, что я вам в самом начале этой лекции показывал. что у нас появляется щель раньше, чем по единому сверху. И эта щель большая, а в несколько раз больше, чем. Но интерпретация теперь это вот так вот. Вот так вот. Вот такая большая щель, что возникло притяжение двух электронных кокализованных состояний. А над этим состоянием возникли более слабые, но неналевые корреляции между разными удаленными друг на друга состояний. Теперь напишем, как нам удобным образом описать это сверху владящее состояние. Ну вот это самое локальное ущелье, я не знаю, иначе называю всем это ущелье. Пусть выполнен как просто. Миша, вот по той картинке сделал у вас вот тут график. Здесь, посмотрите, выше, на левой. Здесь еще дальше двигается еще больше энергии. У тебя в целом образом можно делать этот процесс, правильно? Да. А с обещением что? Ну продолжает растение. Ну она есть до тех пор, пока есть притяжение. Т.е. притяжение, я думаю, существует до тех пор, пока этот самый спейсинг и все еще гораздо меньше, чем дубарьская частота. Притяжение, успешно, цифроновыми на частотах, которые дубарь, и если на этих энергиях их можно поднимлечь, то с кем больше успеха, то притяжение никогда не будет. Так, ну вот, теперь, значит, как нам... Мы можем упростить наш полный инструкционный гументиньан, используя то обстоятельство, что характерные температуры или энергии, связанные с образованием цифроводимости, малые по сравнению с энергией локальной защиты. А именно, рассмотрим вот такое представление, которое, собственно говоря, было давным-давно предложено на версии, в котором мы ограничиваемся из всего возможного пространства состояния и мы ограничиваемся только в теме, в которых в каждом углевизованном состоянии имеется либо два электрона, либо ни одного. И будем вот такие операторы рождением а. То есть а это операторы рождения электронов, то есть вот состояние нюкса спином в первую и внизу. Это операторы рождения углевизованного пара. Это соответственно операторы считают. Sz это считает число этих пар. Что такое равно единицу за одну. То есть Sz равно 1 и 2, соответственно, это единица, это объединяется одной паре. САА, СЗ равно 0,0. Теперь важно, что таким образом объединенные операторы, как СЗ, С плюс С минус, сделанные из операторов, они коммутируют точно так же, как и обычный оператор спинодума. Поэтому если мы только этими четными исходениями ограничились, то мы можем наш мельтинян записать вот таким образом. Вот это энергия от электронного состояния. Два кси, потому что в каждом состоянии два электрона. А вот эта энергия от мельтиняя отвечает перескоку пары из одного. Состояние ню, состояние другое. Состояние ню пара уничтожили, а состояние ню она появится. Матричный элемент, вот этот R, это средняя от него, там самая функция. Это метод, который я предъявил. Т.е. мы считаем, что дни спагментов у нас нет, потому что температура, скажем, существенно ниже, чем типичная энергия спагментов. Мы ввели такой более простой гементринян, который формально в соответствии с гементрином гипломагнетика, у которого есть поле, направленное в доле си и z, величина его в кси, которая может быть положительной или отрицательной, если достать энергия, значит, плащительно другое. Ну и есть взаимодействие этих всех гементринов в плоскости xy, которая хочет их выполнить. Теперь, к чему приводит этот самый гементринян, я чуть позже расскажу. Перед этим, значит, вот какие основные качественные черты этого необычного свекопроводящего состояния. Ну, про гементринян, я уже долго рассказывал. Теперь есть вторая важная особенность, которую я сейчас обскажу. Это совсем свежий и, в общем-то, даже необычного эксперимента, в котором та же самая конфигурация определения другого гементриного состояния, но при этом иголку подводят гораздо ближе, чем обычно к поверхности включаемого материала. Сопротивление между иголкой и материалом уже не мегаоот, а килооот. И обнаруживаются... Ну, вот здесь, кстати, вся эта эволюция нарисована. Вот нижняя актива от того же в мире, на котором он встречался, с тунейнером в этой неделе, с двумя пиками небольшой энергии. А дальше подводят иголку ближе и ближе, сопротивление контакта уменьшается. И мы увидим, что пик примерно той же самой энергии сохранился. Но появился еще пик на гораздо меньше. Что это такое? Это пик связан с процессами, когда из иголки в материал инвалируем сразу буквально целая планка. Получается, что в обычном сотруднике оба эти процесса имели бы особенность на обмейшее время. Потому что в обычном сотруднике вот этого окального члена нет. А положение пика в обычном тоннельного пика кризислоется тем, что заряд электронного напряжения равен честным. Ну а для двух электронного процесса 2Е напряжение равно 2Е. Это есть энергия, которую нужно потратить, чтобы получить на ниши возбуждения в этом четном секторе нашего процесса. Теперь у нас имеется различие. Потому что энергию с 5Е мы должны заплатить, если мы высовывали в 1Е. А если 2Е, то мы остаемся в том же самом четном секторе, на количественном инвалии не нужно. И если вот эта энергия пик больше, чем дельта, то нужно ожидать, что одноэлектронный порог находится примерно больше, чем углубленный. Что, собственно, здесь и наблюдается. Более того, наблюдается также и то, что температурные зависимости положения вот этих двух энергий, большой и маленькой, совершенно разные. Большая энергия от температуры зависит слабая. А маленькая идет слева, как показано на этой графике. С ростной температуры она бывает, ну, примерно по обычной зависимости. То есть, вывод такой, что маленький печер определяется к герентам светопроводящим состоянием и связанным с ущербом. А большой, главным образом, у него надо ждать заплату. Главным образом, находятся локальные щели, которые больше, а поэтому находят вот эти большие щели и этих пик, не знаю. Так, ну вот теперь еще один важное предсказание, которое еще не было проверено. Это касается делаемого спектрального веса АА. Вот, что нам будет спектральный вес? Это проводимость при высоких частотах. Вот эта активная проводимость. Интегрируется по частотам от 0 до большей температуры. Да, и где еще добавляется какие-то нулевая частоте, которая выникает при светопроводящем состоянии все текущие проводности. Вот вся эта комбинация в обычном светопроводнике от температуры вообще не зависит. При прохождении точки спектрального перехода она ничего не чувствует. Потому что вот этот кусок регулярно убывает точно так же, как растет ниже ТЦ с текущими. Известный пример, когда обнаружена сильная зависимость от величины от текущей проводки. Этот пример относится к высокотемпературным сверхпроводникам, в которых для предупреждения проводимости поперега слоев было обнаружено нечто примерно того, что является. Ну вот предсказание, которое следует из этой всей науки состоит, в том, что сверху метес, то есть всех вещей должно быть то же самое. То есть вот здесь нарисован сильный кет, значит, выше температуры перевыхода есть постоянность, температурный вес ниже, регулярная часть стремится к нулю, а полная растет. Правильно я понимаю, что это же правило суммы для обычных сверху мететов, просто правило суммы, которое означает, что там полная плоскость действий. Ну, в смысле, ну, всякая куча, плюска, обычная. Правильно сумма будет действовать, если вы будете интегрировать по частотам до бесконечности. Здесь идея вот в чем, что мы интегрируем, если у нас есть вот этот отдельный масштаб, большой по сравнению со сверху водящей. Давайте мы будем эту величину измерять, интегрировать до некоторой частоты, которая меньше, чем локальная щель. Тогда, что будет? При температуре совсем высокий, локальная щель вообще не работает, у нас есть полный градус. Дальше мы пошли в температуру меньше, чем длтп, но все еще больше сверху водящей. Часть состояний выигрывает. Состояние, потому что у нас нет частот больших, чем локальная щель, значит, часть состояний не возбуждает. И вот в этой области, то есть где-то тут далеко, будет опять подробно. У нас есть длинный интервал, в котором имеется постоянный спектральный вес, а потом он начинает возрастать при возникновении крови. Окей. Теперь, значит, я рассказал про то, что такое сопроводимость черной щели, про то, что такое изолятор из этих локализованных пар, а каким же образом происходит переход между тем, в принципе. Значит, ответ на этот вопрос для реалистической, теоретической задачи не исследован. А то, что мы пока что имеем как понять, это... Давайте мы возьмем вот этот, этот наш грудь гнева, термит спинов 1-2, выше 1-2, и попробуем его решить в сильно упрощенной модели, которую мы умеем решить, а именно поместим. Значит, вообще-то, исходы у нас вот эти индексы и ИЖ отвечают собственным функциям электронной случайной функции. Ну и осенью простим задачу. Скажем так, пусть у нас эти ИЖ, это узлы, принадлежащие... Так, почему у тебя тут? Вылетели в ИЖ. И попробуем решить задачу в фазовом переходе, вот, на то, что мы не приняли, так сказать, теоретские квадраты в фазовом старте, а именно выяснить, когда есть какие-то средние вот х или у компоненты, х-б, при многовой температуре, когда это порядка нет. Вот здесь мы рисуем решетку. Ну, то есть, есть какой-то центральный спин, он связан с другими, и все очень связан с другими. На этой же идее имеется тот же самый модель, создавая плотальную энергию ВВП, взаимодействие между взрослыми. Что мы делали в суде за? За то, что вот эта величина КСИ, которая которая подъездного поиска в направлении АСИ, она случайно распределена в широтой волосе энергии, чуть-чуть аналогичной высоты нашего круга. А здесь имеется инвектора малая констанция. Попробуем написать... значение, скажем, поперечной проекции спины вот в этом узле, с этими же самыми значениями в узлах на коленинке. Пусть мы знаем распределение. Тогда мы из него можем построить распределение здесь. А дальше мы попробуем написать самосогласованное уравнение такое, чтобы сказать, что у нас на всех в коленинках этой решетки отступление принято. Имеется такое рекурсионное уравнение, которое связывает значение ашек здесь вот. Это эффективное поле, которое действует на спирт дуальном направлении кризиса. А мы его выражаем через логические поля на колени ниже, которые выражали. Ну и уравнение имеет вот такой вид. И если мы хотим найти точку перехода, мы должны его реализовать. То есть мы выкидываем здесь вот эти из-под формы, эти аши, получим линейное уравнение. И мы должны найти точку, в которой мы этого можем присоединить. Мы должны иметь среднее значение поля. Короче, в результате этих операций получим вновь известное нам стандартное уравнение, нормально совпадающее с уравнением теории Бартинга-Кутерышника, из которого последовательный вывод, что какая бы ни была константная связь. Замечим, вот в этом среднёжном уравнении число ветвления, К, выбыло. Ну потому что здесь умер у него К соседей. А отсюда исследовало бы, что какая бы ни была, я убиваю константную связь, и мы всегда получим методы температуры природы. Ну там она с уменьшением константной связи будет убывать, и мы всегда останемся конечными. Однако, это было в примере, только если мы сначала уже делали координационного числа К, и мы сейчас все бесконечны. При любом конечном К это было неправильное. И в том, что он неправильный, можно убедиться следующим опытом. Давайте это рассмотрим. Ну вот здесь я говорю про, взятие среднего, вот этого всё равно. При этом я что делал? Я усреднял вот этот вот объект так-минус-син-на-т определить нас. Ну и интересовался когда-то, как это средняя станет единицей. А теперь, пусть я посмотрю высший момент, вот этот момент. А тогда получается, что эти высшие моменты ведут себя вот таким образом, как здесь написано. И они начинают расходиться, уменьшение температуры. При вот такой вот температуре, уже подвезли на К, и мы тогда увидим, что при не слишком, если сделать К не слишком большой, то вот эта температура окажется выше, чем та, которая нам определяет появление первого момента. Что есть очевидное противоречие. Поскольку у нас все величины здесь положительные. И если первый момент не возник, то и высший момент тоже не возникнет. Значит, здесь что-то не так. В этой самой ситуации. Существует дело, проблема возникает из-за того, что вот в этом вероятном распределении попадаются очень маленькие значения. Они попадаются не часто, но тем не менее попадаются. И поэтому вот эта величина, которую мы здесь на самом деле хотим определить. Вот смотрите, что здесь написано. Я перед этим писал уравнения, связывающие два уровня дельба. С жидкого и дельба. А можно написать сразу связь между корнями этой веревой уровень. Эта связь выражалась бы вот таким образом. Есть поле в кузле 0, а есть поле в кузле n в самом начале n. Они связаны множеством z, которые есть вот такой сложный объект. Это сумма по всем возможным траекториям на дереве. Это каждая траектория, а про этот март будет вот такой произведен. И дальше простое усерединение, о котором я говорил, происходит в том, что мы берем вот этот объект усерединения. Но это занятие небезопасно. это не самоусерединение. И в любом случае может быть не самоусерединение. И вот противоречие, которое здесь обнаруживается с тем, что высокие моменты расходятся раньше, чем первые, оно связано именно с тем, что если прификсированное как станете связи уменьшать компенсационное число, или наоборот одержать постоянное мы не сбежно попадаем в область параметра, где вот этот самый z не самоусерединяется. И физически правильный способ действий состоит в том, что не среднее просто от него вычисляется, а вычислять его типичное значение. Ну или иначе говоря вычислять среднее от логарифма z и вводить его у тебя. Но это, как вы понимаете, немножко аналогично тому, как если бы эта личина z, она немножко похожа на станцию этой формальной задачи. Ну и понимаем, что в случайной системе нельзя усреднять по случайным параметрам станцию. Нужно находить свободную энергию из этой станции и ее усредить. Просто аддитивная величина и свободная. А величина самутиликативная z, наверное, вполне может быть не саму зрительную часть. Ну, это можно сделать. Это можно сделать разными способами. Так. Не буду я, пожалуйста, на это останавливаться. Значит, один из способов, в общем, это использование метода реплик, но мне надо было долго рассказывать, потому что это такое для начала. Я, пожалуй, это опущу, а перейду просто к сути дел. А тут, правда, за мной еще сложилось обозначение. Так вышло. То, что было h на этих картинках. Ну, тут было а, вот это самое h, которое было эффективное поле в перечисленном управлении действующем. Ну, вот на этой картинке оно стало буквой p, а, наверное, на том числе. Так вот, что получается. что при уменьшении кондиционного числа k, что качественное эквивалентное увеличение степени беспорядков в единственной системе. Мы приходим к ситуации, когда распределение вероятности имеет вот такой степельной вид, где число m меньше единицы. И, иначе говоря, первый момент у этого распределения просто отсутствует. Мы можем p, b на b, попробуем его интегрировать и прикрывать задержку. Ну, если мы уже догадались, что возможна такая неприятность, значит, что мы не можем написать уравнение на первый момент треопластного существования. Но мы должны написать уравнение на собственную функцию распределения, найти, какая она есть, выяснить, что соответствующая и характеристическая функция не раскладывается аналитически по аргументу ds, а имеет, кстати, нормальность. И... что же мы в результате получили? Вот. Значит, вот эта правая часть картинки на нее снуты. В фиксированном революционном числе уменьшаем константную тремодействие, сначала двигаясь по стандартному решению типа ИПКШ, оно бы продолжалось вот таким образом, но вместо этого правильное решение ответвляется, и при некоторой конечной константной связи температура перехода вращается в дне. Дальше основное состояние никаких корреляций спинок в экспертной плоскости не зависит. Теперь, ну, можно еще выяснить, как ведет себя параметр порядка если мы не дошли чуть-чуть до этой точки чем здесь вообще. Похоже, ведет себя довольно необычным образом жить. Ну, это не самое существенное. А, да, вот здесь еще вы здесь видимо, что полезно заметить. Значит, я говорил про некоторое время 2 минуты назад показывал распределение высот пиков, которые были измерены на нем. Вот я здесь рисовал для меньшей и большей степени порядка. А вот распределение параметров порядка, которые мы уже посчитали или модельные решетки это для двух разных значений славит премия К побольше, но вот имеется некоторая качественная похожесть этих распределений. Теперь даже более существенное обстоятельство, которое включить и пять минут через ложечку. Пусть мы попали в область никаких данных для целей. Спрашивается что здесь происходит? Каким образом происходит перенос чего-нибудь залятый мягкий в этой области? Ну простая нипотеза состоит в том, что здесь имеется прыжковая провокимость у нас электронно связаны пары значит пары пускай теперь эти пары отнимут, которые по герезному состоянию их нет, оно разрушилось, когда мы пересекли дурение. Но может быть они могут просто прыгать, которые как обычно прыгают в обычном электроне здесь пара будет теперь для того, чтобы они прыгали им нужно откуда-то брать иначе в обычном в шковом изоляторе они не слишком низких температурах для этого всегда есть фаномы можно взять у них энергию что-то значит когда дело происходит при температурах ниже градусов фаномов почти нет у них очень много и прыжковый изолятор в этой области по-видимому в качестве энергии используют собственно взаимодействие между самими электронами то есть взаимодействие еще электроны сами образуют взаимодействие электроны из которого каждый прыжок и энергии добыл тогда задаем вопрос а вот в этой нашей моменте в которой электроны с самого начала уже связаны в пары они взаимодействуют может ли эта система произвести резервуар который содержит тепловую энергию которую можно брать в шаймы для пушки как на этот вопрос ответить попробуем сделать следующий образом рассмотрим очень похожую по самому задачу похоже на то что я перед этим рассказывал в определенную точку перехода но только теперь будем считать что спины вот эти спины краю решетки действуют очень слабый шум шум флаг выложенный снаружи флокирующим поле которое действует на границе со стеклом и посмотрим а как интенсивность этого поля передается на следующее потом на следующее то есть пусть задает бесконечно малое шум шум снаружи будет ли он возрастать или угол и скажем если он будет возрастать тогда хорошо система умеет шуметь сама вскоре бесконечно малого внешнего шума достаточно чтобы внутренний резервуар в противоположном случае она шуметь не умеет так вот значит а сейчас мы можем решать аналогичные ведущие умеетные управления для их самым интенсивным стишем вывод из них из этого решения вырисован в этом зеленом она означает следующее пусть мы создали возбуждение в этом электрическом состоянии с энергией маленькой и конечно энергетики это состояние локализовано шум фонуса с такими частотами системы системы есть в прекраничной температуре системы есть резервуар но минимальная энергия этого резерва начинается с вот этой конечной а величина этого порога зависит опять же взаимодействие и если сделать взаимодействие совсем слабо то вот тут в полости очень слабого взаимодействия у нас никакой зеленой нету принцип вообще все состояния системы полностью это в общем и плохо себе представить потому что что разбросывает вот здесь у нас есть просто отдельные спины каждую самую спинку спектр очевидных дисклей ну вообще слабое взаимодействие состояние спины чуть-чуть перемешалось возникли какие-то гипертизованных состояния но пока взаимодействие очень слабое но кажется естественным что структура спектра чисто дискретная и сохранит дальше эстетическая величина константной связи нарисована но соответственно за вертикальным участком когда уже не все состояния дискретные а есть состояние дискретное реализованное при малых энергиях а есть то поведение вот этого порога глиния около точки перевода можно найти а главный физический результат который отсюда следует состоит вот в чем при вот тут в качестве положение вот рога означает вещества аммена c в зависимости от констанции аммена крыльев но главное это лошадь у нас нет в нашем резервуаре который возник сам по себе в результате взаимодействия у него нет энергии меньше чем это значит что при нулевой температуре у нас и сюда появляется такой конвенциальный фактор который это минимальное возбуждение а плотность всех возбуждений которые есть в городе она экспоненциальная если бы это было не так мы могли ожидать получить обычную прыжковую проводимость он теперь уже не на пар но для этого нам нужно было бы иметь тепловой резервуар с призвольной низкой а здесь уни почему так получилось уни то что здесь вот эти две линии зеленая которая определяет границу теплового тепла и красная которая сошли с одной точки вообще говоря это не актуально мы не знаем насколько это универсально даже точнее сказать сильно надзреваем что это не обязательно потому что можно придумать этих ситуаций в которых изделения разъедутся и будет скажем красная и будет поведущная ситуация когда система теоретическая но разобравление есть по всему тогда в ней не было бы как бы активационного поведения поиски температуры какая-то дробная дробная показатель температура установки ну пожалуй на этом надо закачивать да пошли там да ну вот это некоторая суммированная фазовая диаграмма веществ которые в смысле представляем изолятор возник изолятор мординького поля трассу обеспечивать содержание пар но из-за того что нервы по-прежнему зависит сопротивление температура температура температуры сколько зависит Спасибо. Спасибо. Спасибо.